Правоохранители проводят около 50 обысков по делу о коррупции в Укрзалезнице. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Амелян. Кого и в чем подозревают, далее в материале. Генпрокуратура и нацполиция проводят около 50 обысков в 6 регионах страны по делу о коррупции на предприятии Укрзалезнице. Об этом сегодня на своей странице в фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. По его словам подозреваются, цитирую, граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая ГОП-компания. Министр также порадовался, что оказался прав, заявляя о коррупции на высоком уровне. Напомню, братья Ярославы Богдан Дубневичи одни из самых заметных лиц во львовском политикуме и бизнесе. Осенью прошлого года их декларации вызвали настоящий шок. Сотни домов, квартир и земельных участков. И горы налички 715 миллионов гривен на две семьи. Одна из компаний, бенефициарами которой являются братья корпорация КРТ, регулярно выигрывает тендеры Укрзалезницы на поставку рельсовых скреплений. СМИ неоднократно писали, что Дубневичи зарабатывают миллиарды на такой госмонополии. В прессе также была информация, что накануне своего назначения главой Укрзалезницы Войцех Бальчун встречался с Дубневичем, который согласовал его кандидатуру. Министр Амельян ранее заявлял, что только по итогам прошлого года стоимость закупок у компаний Дубневичей составляла около миллиарда гривен. Сейчас НАБУ расследуют 19 уголовных дел по факту коррупции на железной дороге. Одно из них в отношении высокопоставленных чиновников Укрзалезницы. Они, по версии следствия, в обход системы закупок Прозора закупали рельсовые скрепления по завышенным ценам у принадлежащих Дубневичам фирм. В результате железная дорога потеряла 26 миллионов гривен. Министр Амельян также выразил надежду, что правоохранители доведут дело до конца. Ведь только наказав виновных, страну можно изменить к лучшему. Продолжение следует... Продолжение следует...